Как накормить ребенка обедом на 267 тенге? Именно такую сумму выделяет бюджет карагандинским арендаторам школьных столовых. Учеников с 1 по 4 классы здесь кормят бесплатно, в то время как на питание одного заключенного колоний выделяют 2000 тенге. Людмила Батюшкина разбиралась. Марина Троегубова сама мать четверых учеников. Она понимает, что кормить детей нужно вкусно, сытно и по утвержденному единому меню. По нему нужно приготовить второе горячее блюдо, салат, напиток и все за 300 тенге. Два раза в неделю в обеде должна быть говядина и фрукты. Из этой суммы еще нужно заплатить налог 12%. По договору я еще кормлю осужденных и подозреваемых. Может быть, конечно, это будет некорректное сравнение, но почему-то оно мне сразу приходит на ум. На питание одного осужденного нам выделяется в день около 2000 тенге, трехразовое питание. А на питание ребенка 267 тенге. Мы должны положить по закладке 100 грамм говядины. Мы уже выходим за пределы суммы своей. Бесплатно кормить первые и вторые классы в Караганинской области решили с февраля 2021 года, а с сентября с первого по четвертые. По Казахстану бесплатное питание в школах есть еще только в Акмолинской и Мангистауской областях для первоклассников. Для родителей это большая поддержка, но многие стали жаловаться. Есть эту еду совершенно невозможно. Сырая тушеная картошка без мяса, борщ из воды и капусты, молочный суп без молока, рисовая каша с камнями и так далее. В Пришахтинске в 32-й школе тоже кормят детей отвратительно. Жалко, столько денег на еду выделяется. В итоге в столовых, наверное, толком и не кушают. Мой ребенок говорит, лучше голодный похожу, чем там кушать. Дети голодные приходят, поклюют и уходят. Самса размером со спичечный коробок стоит 250 тенге, пирожок 200. Чему мы удивляемся? Это Казахстан, наживаются на детях. По словам арендаторов, весной они еще ухитрялись укладываться в бюджет, но за полгода цены сильно выросли. В управлении образования считают, что предприниматели не стали бы заниматься этим бизнесом, если бы не имели прибыли. К тому же они экономили весной, когда часть детей была на карантине и дистанционке. Когда закладывались расходы на услуги питания на 2021 год, то эта стоимость была приемлемая. То есть мы понимали, что помимо услуг питания арендаторы, те, которые у нас в поставщике, в школах работают, они еще предоставляют буфетную продукцию и закупают товар по оптовой стоимости. То есть в любом случае они выходили бы на какую-то прибыль. Сейчас жалоб от предпринимателей стало много, поэтому в управлении намерены собирать межведомственную комиссию и пересматривать стоимость питания младших школьников. Чиновники тоже понимают, что продукты подорожали. Это будут учитывать при формировании бюджета на 2022 год.